Друзья, всем привет! Сегодня мы проверим, на что способны LED-лампы в экстремальных условиях. Поехали! У меня на обзоре было уже куча автомобильных LED-ламп, которые отличаются между собой типом светодиодов, размером, системой охлаждения, да и просто внешним видом. Все модели я тестировал на своем автомобиле и показывал вам результат. Как раз в крайнем ролике про подобные лампы я рассказал вам, что хочу провести тест и заморозить комплект LED-ламп в какой-нибудь жидкости, чтобы узнать смогут ли они выжить в таких условиях или нет. А вас попросил принять участие в вопросе и сказал, что как только наберем 500 лайков, то я сразу это сделаю. На мое удивление, 94% проголосовало за то, чтобы я выпустил этот ролик, а 500 лайков мы набрали уже на второй день, за что выражаю вам благодарность. Итак, для этого теста нам понадобится новый комплект дешевых ламп, небольшой аккумулятор, посуда из термостекла и провода для подключения. Сначала я все подключил и убедился, что обе лампы работают исправно. После этого однополнил нашу емкость водой. Снова подключил одну лампу и опустил ее в жидкость. Уже здесь дешевый комплект начал выходить из строя. Вентилятор отключился, свет стал тусклым, а через время и вовсе перестал работать. Короче, произошло замыкание. Посмотрев на инструкцию, оказалось, что степень защиты у них всего IP65. Но я сначала не обратил на это внимания, так как уже привык, что все нормальные лампы имеют защиту IP67 и не боятся воды. Под рукой еще куча комплектов, поэтому взял свои старые OSLAMP S6, которые довольно долго у меня стояли в фарах. Подключил и начал ждать, пока они тоже выйдут из строя. Но они с этой задачей справлялись без каких-либо намеков на неисправность. Вентиляторы довольно мощные и без труда гоняют воду по нашей емкости. Так, я их топил около 10 минут, чтобы наверняка быть уверенным, что они справляются с этой задачей. Теперь давайте их заморозим. Я думаю, что после такого, как минимум, должны выйти из строя вентиляторы охлаждения. А после них и сами светодиоды. Пока они замерзали, я уже начал заниматься другими делами. И забыл, что в морозилке у меня пара автомобильных ламп, поэтому достал их только на следующий день. Вот такой кусок льда получился. Класс! Но мне кажется, работать они уже не будут. Что же, давайте это проверим. Смотрите, работает. Причем свет такой же яркий и даже нет намеков на неисправность. Я, если честно, до последнего сомневался, что они это выдержат. Но все же, еще есть вероятность того, что вентиляторы вышли из строя, а лампочки работают, пока их охлаждает лед. Поэтому я оставил их включенными и ждал, пока за счет нагрева самих светодиодов глыба растает. И тогда уже точно можно выявить результат нашего эксперимента. Примерно минут через 15 начала появляется вода. И уже через 40 минут свет стал более тусклый. Тут я подумал, что все, отъехали наши лампочки. Но оказалось, что просто аккумулятор был разряжен. Чтобы довести все до конца, я решил продолжить около своего автомобиля. Вышел, подключил и свет снова стал яркий. Остается только ждать. Через время некоторые части ламп уже оттаяли, но вентиляторы все еще были покрыты льдом. Еще через 10 минут я заметил движение воды около радиатора. Поднял глыбу и оказалось, что один вентилятор, как только освободился, начал функционировать. Но сама скорость оборотов была явно меньше, чем обычно. Немного позже вентилятор второй лампочки также начал работать и беспроблемно гонять в воду. В итоге лампочки оттаяли и работают в штатном режиме. Я этого не ожидал. Но теперь точно знаю, что этот комплект прошел суровые испытания на отлично. И точно не подведет меня в нужный момент. Кстати, в прошлом видео я вам показывал, как можно своими руками привести кузов автомобиля в идеальное состояние. Кто еще не видел, рекомендую посмотреть. Видео реально стоит того. Так что переходите по подсказке и будет вам счастье. Друзья, на этом все. Ссылку на эту неубиваемую модель лампочек я оставлю в описании под видео. Надеюсь, вам было интересно и самое главное полезно. А если это так, то ставьте лайки и делитесь этим видео с друзьями. Это будет самая щедрая награда за мои старания. Также пишите варианты тестов, которые вам были бы интересны. И я обязательно постараюсь их сделать. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.